здравствуйте товарищи сегодня в выпуске излучателя мотобокса у нас такой аппарат довольно таки известный популярный и можно сказать легендарный бмв r1200gs adventure так о нем как бы конкретно как модели мы сейчас говорить не будем это потом я наверное как анонс делаю что-то типа сравнение наверно потому что у нас есть там африка первого поколения 650 это как бы наверно прародитель вообще всего класса тур эндуро потом ктм 990 adventure на данный момент один из лучших наверное вообще реальных тур эндуро и бмв r1200 это гс adventure который как бы позиционируется как тур эндуро но по факту вы это не совсем так и поговорим об этом отдельная выпускная сделаю а сегодня мы будем говорить о замене гофропыльников маятника который по совместительству является корпусом карданного вала и то есть у них распространенная такая проблемка через определенный пробег их надо менять что товарищи приступим к разборке нашего агрегата колесо у нас в этом аппарате нет консольное крепление то есть как на машине это удобно сняли колесо откручиваем тягу сейчас откручиваем суппорт и тут датчик а бс он же по совместительству является там заливным отверстием и как бы вот когда будем снимать сам задний редуктор то есть опускать там надо заглушить эту с него масло потекет чем-нибудь и все в принципе это уже термитиком фанат термитика типа измазал сам редуктор но вот на этом аппарате как-то вытянулся довольно таки легко из кардана а вот предыдущий мы делали боевой такой же там что-то какой-то это был танец бубна не все так просто затихише тут видно уже кто-то что-то лазил тут что-то на герметике все это дело зачем-то непонятно в принципе вот эту манжету ее легко менять ничего тут такого нету танец бубном начинается вот стой еще вот манжету сняли дальше у нас какая задача нам надо выдернуть карданный вал отсюда из коробки потому что мы вот эту манжету никак по-другому не поменяем пока не вытащим сейчас вот кардан уже сдернули с вала там но он не выходит тут из-за вот этой крестовины там такая же крестовина и она из-за изгиба маятника не выходит а мы открутим еще час амортизатор вот тут сверху чтобы у нас был на свободный ход подвески для облегчения процедуры можно конечно и так извращаться как вы думаете нет смысла выпал пыльник еще в чем сложность надо снимать аккуратно потому что внутри у него стоит такой каркас пластмассовый посадочный чтобы его не сломать и вот он порванный был пыльник поэтому меняли тут это тоже где-то смотрели мы плохо ему остается собирать его я все смазать и собираем обратно последовательность как удобнее вот они новые они такие мягенькие принципе удобно в принципе так и уже накинули манжету поставили вот тут надо оставить такой смотровой щель потому что если вы сразу заденете манжету проектное положение вы подумает этот кардан замучаетесь туда попадать там на переставине вот так посадочная ходит и вы вообще то есть мы оставили на гущёлочку специально посмотреть вот у меня записали будут инструменты есть для этого и сейчас мы с помощью него вот так направляя будем будем одевать когда щель там занятие увлекательное конечно то есть сейчас мы проедем своим крючочком этот кардан вот чуть-чуть вот пошел встать на место все в принципе самое сложное что остается это поставить гофру в проектное положение гофропыль и все в принципе тут вообще ничего сложного нету этот менять по сборке он уже завершающей стадии сборки когда мы вставляем карданный вал задний редуктор привод заднего редуктора то есть и можно как вариант то есть киянка это делать но я использую домкрат потому что им как бы удобнее то есть потихоньку поднимаем там направили и ставили в гофру сначала вставляем сам редуктор то есть там потому что потом вам неудобно будет ставить ставили гофру туда и потом ею поднимаете с ней прям вместе поднимаете домкрата и покручивая вот за тормозной диск и отодвигая вот тут пальцами там направляем и то есть домкратом потихоньку поднимаем и он встанет туда если делать это киянкой как обычно там блин там как бы более трудоемко это получается там не всегда попадает там стукнуло на вылетел так она как бы полегче и как бы вот уже собрали наш агрегат есть окончательно тут ничего такого сильно интересного установки суппорта колеса я думаю нету это что-то будет шибко сложного поэтому момент этот пропустил ну а так в общем и целом замену буфропыльников на этом наверное все и кому понравилось ставим лайки кому не понравилось дизлайки подписываемся на канал и до скорых встреч товарищи